Трубная площадь В 1812 году, когда русские гусары перемещались по Франции, в плен ими был захвачен некий французский повар. Нравился он гусарам тем, что мог приготовить кашу, как говорится, из топора. То есть он умел делать салат из нехитрых ингредиентов, и салат этот очень полюбился русским гусарам. Повара звали Люсьен Оливье, салат получил его имя также. Во всей этой истории есть одна нестыковка. Дело в том, что, по официальным данным, Люсьен Оливье скончался в Москве в 1883 году. В возрасте 45 лет, соответственно, в 12-м году его просто не было на свете. Да и вообще вокруг его имени, вокруг этой персоны, много легенд, историй, фантасмагорий. Продолжают спорить, вообще был ли он на свете. А родились эти легенды в небольшом здании на Трубной площади. Оно появилось в начале 19-го века. В 1886 году его перестроили по проекту знаменитого архитектора Михаила Чичигова. Именно здесь и только здесь в те времена можно было отведать знаменитый салат Оливье. Ресторан «Эрмитаж» интересен нам, конечно, не только сам по себе. Он интересен как часть пространства Кузнецкого моста. А это пространство мифа. Мифа, лучшим именем которого мог бы служить Кузнецкий мост. Это пространство такого русско-французского пограничья, русско-французского общения. А все Кузнецкий мост и вечные французы. Этот миф становится вкуснее с Оливье, салатом и человеком. В конце 19 века считалось, что всякий, кто приезжает в Москву, должен посмотреть три вещи. Кремль, Воробьевы горы и ресторан «Эрмитаж». А каждый уважающий себя москвич просто обязан в жизни здесь отобедать. Здесь просто любили обедать великие. Именно здесь, в частности, у Чехова в присутствии Суворина пошла горлом кровь. Это такой печально знаменитый эпизод. В 1917 году здесь состоялось первое московское выступление Утесова. И вообще-то оркестровая ниша, которая сохранилась в ресторанном зале, помнят многих великих исполнителей, говорят, что и Шаляпина. В этом доме бывали Толстой, Чайковский, Танеев. Достоевский здесь повторил свою знаменитую речь на открытии памятника Пушкину. А Горький вместе с артистами МХТ праздновал успех пьесы на дне. Ресторан «Эрмитаж», как я уже говорил, был спокойным, фешенебельным, респектабельным местом. Однако раз в году по странной плихоти Оливье запускал сюда студентов. Татьянин день, 12 января по старому стилю. Студентов университета и их преподавателей. Студенты устраивали здесь, конечно, не детский праздник, шумели, вот как примерно сейчас там на сцене происходит. И чтобы интерьеры, дорогие интерьеры, не пострадали, например, дорогой паркет засыпали стружкой, скатерти меняли на бумажные. После октября 1917 года здание опустело. Но ненадолго, уже в начале 20-х, ресторан открылся вновь. Наступила эпоха НЭПа. Сноток Москвы и завсегдатый ресторан «Эрмитаж» Владимир Гелировский жаловался в те годы, что знаменитый салат Оливье был уже не тот, что до революции. В конце 20-х НЭП свернули, и ресторан закрыли. В разные годы в этом здании размещались дом крестьянина, сберкасса, стоматологическая поликлиника, комитет по ленинским премиям. Наступили новые времена. Рецепт знаменитого салата «Люсиен Оливье» был утрачен. А началась история ресторана «Эрмитаж» со случайности, как все легендарные истории начинаются. Здесь, вот на Трубной площади, мрачное довольно место было, злачное, в табачной лавке встретились двое. Повар «Люсиен Оливье» и некий купец Яков Пегов. Разговорились, выяснилось, что у одного есть деньги и желание начать некоторый бизнес, а у другого есть рецепты, уникальные французские авторские рецепты. Так и возник ресторан. Оформили его в парижском стиле, в западных декорациях, но официантов нарядили в русской одежде, чтобы хоть как-то напоминать посетителям о Москве. Самым дорогим блюдом в ресторане «Эрмитаж» был майонез из дичи. Фантастическое сооружение, мясо, овощи. Но «Люсиен Оливье» был в ужасе, когда видел, что посетители делают с этим блюдом. Они его просто перемешивают ложками, превращая в кашу. Он решил не спорить с посетителями, и так появился салат «Оливье». Сегодня от кухни, где происходило таинство приготовления легендарного салата, ничего не осталось. Еще до войны здание на Трубной было искалечено кабинетной системой, а в конце 80-х его ждала еще одна реконструкция. Сюда въехал театр школы современной пьесы. Весь этот зал красивейший, замечательный, который даже в своем потрепанном состоянии, он все равно произведение искусства, он весь был перегорожен какими-то железными стеллажами, где издательство «Высшая школа» выкладывали там свои, я не знаю, там, книги или заготовки книгам. То же самое и зимний. Здесь все было завалено какой-то, ну, не знаю, макулатурой, рухлядью. Мы очень много, мы отсюда вывозили грузовики какой-то дряни. Однако среди хлама попадались и раритеты. Например, меню ресторана «Эрмитаж» за 1913 год. Все, что осталось от прежних интерьеров ресторана «Эрмитаж», это вот зал. Раньше здесь был, собственно, ресторанный зал, стояли столики, бегали официанты. Правда, иногда зрительский этот зал превращается в нечто похожее на ресторан. В спектакле, своими словами, актер превращается в официантов, а зритель – в посетителей. Когда-то здесь было естественное освещение. Здание венчало стеклянный купол. Он был утрачен еще в середине 20 века. Тогда же превратился в кабинеты и знаменитый зимний сад, украшенный витражами. Сейчас здесь малая сцена театра. Я, в общем-то, счастлив, что прошли эти 20 лет и что за эти 20 лет мы ничего не нарушили. Мы здесь ничего не сломали, не разбили. Мы максимально сохраняем этот дом. И даже вот те какие-то росписи стен, мы их вот сейчас спрятали. Мы ждем такой большой-большой реставрации и большого ремонта. Реставрация этому дому нужна, и причем срочно. Памятник архитектуры 19 века сильно обветшал. Он ждет восстановительных работ уже не один десяток лет. Оно находится вот само здание в очень тяжелом положении. Это видит всех, кто туда входит. Театр делает все, что может, чтобы оно выглядело презентабельно. Но поверьте, поскольку я и выступал со сценой этого театра, то вот с той стороны, что за этой вот позолотой, которую они кое-как покрыли, да, это просто катастрофа. Просто страшно выходить на сцену, я не знаю, дополнительный страх. Мало того, что ты перед зрителем, но еще и боишься, что провалишься. Вот. И в чем не в переносном, а в самом прямом смысле. Болезней у этого дома действительно много. Трескаются стены, осыпается штукатурка, приходит в негодность перекрытия, но самое страшное здание осело, его необходимо срочно укреплять. А в конце 19 века ресторан Эрмитаж считался одним из самых роскошных заведений Москвы, даже по московским меркам. И привлекало сюда посетителей наличие салата оливье, чей неповторимый вкус не могли воспроизвести конкуренты, хотя хотели. Вкус заключался в том, что, несмотря на простоту ингредиентов, там имелся соус, и вот соус как раз повторить никто не мог. Решенову было выкрасть, конечно, устроился сюда на кухню, на работу некий мифический Иван Иванов через некоторое время уволился, выкрав, соответственно, узнав, подсмотрев, как оливье делает соус, как смешивает желтки, горчицу и оливковое масло. Спустя время открылся ресторан «Москва» недалеко отсюда, и в нем появилось фирменное блюдо, салат «Столичный», который очень и очень напоминал салат оливье. Шеф-поваром в этом ресторане был тот самый мифический Иван Иванов. Хотя, по утверждению современников, все-таки салату в «Столичном» чего-то не хватало. Видимо, какая-то тайна осталась здесь, в ресторане «Эрмитаж». В наши дни здание ресторана «Эрмитаж» ждет новая жизнь. Вскоре за ним, в глубине двора, появится театральный квартал. Уже разобрано аварийное здание, в котором в XIX веке размещались городские бани. Работы велись вручную. Клейменные кирпичи полуторавековой давности станут украшением фасада новой сцены театра. Здание должно появиться на месте этого пустыря. Проект реконструкции находится в стадии разработки, поэтому мы можем только догадываться, что здесь будет. Хотя, например, уже точно известно, что вот в этом фасаде будет проделана некоторая дверь, которая будет открываться на маленькую театральную улочку имени Булата Акуджава. Именно эта улица будет выводить к новой сцене театра. Таким образом, театр начнется не с вешалки, а прямо с улицы. Авторы этого проекта Иосиф Рихельгаус и художник Дмитрий Крымов внедрили в архитектуру театральные приемы. Это должно быть очень тактично и точно вписано. Там достаточно этого двора для того, чтобы это было точно продумано, чтобы не оказалось так, что все это раздавлено какой-то архитектурой. Больше всего опасений вызывает высота здания. Предполагается, что оно будет семиэтажным. Самая высокая точка не превысит соседнее здание, которое перед вами находится. Оно будет ниже. И более того, так как оно углублено внутрь, то часть театра, портер театра, который начинается от Неглиной улицы, он будет в три этажа, что является общим уровнем застройки Неглиной улицы. А уже внутренняя часть, там, где колосники, она совсем не видна, она зарезается, и пешеходы, и автомобилисты просто не будут видеть этой части. Будет надстроено и здание по Неглиной улице. В XIX веке оно имело три этажа, но после пожара верхний ярус был утратен. Теперь его восстановят. Вся вот эта зона, вся эта территория, она, конечно же, требует комплексного подхода. И вот представьте себе, мы это сделали, и мы начнем здесь работы. Но мы видим рядом здания, которые находятся до сегодняшнего дня в плачевном состоянии. Они тоже требуют какой-то реставрации, может быть, здесь тоже нужен снос, нужна какая-то регенерация, потому что иначе весь этот комплекс, конечно, звучать не будет. Как только новая сцена будет построена, театр временно освободит старое здание. На смену актерам и зрителям сюда придут реставраторы. Но не все так просто, поскольку по разным причинам строительство затянулось. А между тем, реставрация памятника невозможна до тех пор, пока театр не освободит дом на Трубной. Вообще, в этом доме на Трубной слишком много переплелось легенд, вымыслов. Взять хотя бы эти баснословные фигуры Якова Пегова, кувца, или Ивана Иванова, который украл рецепт до определенного времени, даже фигура Оливье подвергалась сомнению, хотя недавно на немецком кладбище была обнаружена его могила. Поэтому обаяние этого дома именно в переплетении фактов, вымыслов, байк, анекдотов и подлинных историй. Очень не хотелось бы, чтобы после реконструкции эта фантастическая, какая-то полумистическая атмосфера потерялась. Ведь другого такого дома с такой вкусной исторической начинкой в Москве просто нет. у Ивана Ивана Иванова, чтобы он был в порядке. Продолжение следует...